Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Интересно. Вот эту рокировочку мы сегодня обсудим с нашим гостем Владимиром Римским, совотделом социологии фонда ИНДЭМ. Добрый вечер, Владимир Львович. Здравствуйте. Удивил ли вас механизм вообще принятия такого решения? Знаете, не столько удивил, сколько, ну, как-то вот, все-таки я считаю, что это неправильно. Для таких должностей, ну, хоть какое-то публичное обсуждение самое лучшее, или хотя бы объяснение, вот что происходит, почему так вот, ну, допустим, Элла Памфилова уходит со своей должности. Она не так давно, на мой взгляд, на ней работает. Я не знаю никаких вообще нареканий к ней, ни со стороны органов власти, ни со стороны правозащитников. Ну, там бывают какие-то рабочие моменты, это понятно. Но, в принципе, она делала то, что должна была делать, и, на мой взгляд, очень хорошо. В чем причина? Мы не знаем. Вот мне кажется, это очень плохо. И то же самое с Владимиром Чуровым. Ну, понятно, что он уже давно в этой должности, действительно, видимо, нужна ротация. А где, в каком законе написано, когда она должна быть? Я не знаю. Вот тут, понимаете, еще такой вопрос. Может быть, и есть такой закон, но нам это неизвестно, и мы в этом никак не участвуем. Вот если бы это был закон, мы бы за четыре года до этого знали, что должна быть такая ротация. Он бы знал. И, ну, как-то обсуждались бы его следующие назначения. Ну, вот что-то в таком духе, мне кажется, должно быть для таких должностей. Ну, с нами как раз на прямой связи Олег Миронов, бывший омбудсмен. Олег Орестович, добрый вечер. Добрый вечер. Как, Павел, допустимо ли, чтобы вот так страна узнавала, что ее омбудсмен, которого долго отбирали, теряет свой пост? Вот по косвенным данным, что раз становится членом Центра избиркома. Добрый вечер, вам слово. Да, ну, президент издал указ. По закону Центральная избирательная комиссия состоит из 15 человек. 5 человек от Совета Федерации, 5 от Госдумы и 5 назначает президент. Вот он назначил Панфилову членом Центральной избирательной комиссии. Не исключено, что она может стать ее председателем. Ведь наш законодатель снижает уровень профессионализма целого ряда должностных лиц. Первоначально членами ЦИК по закону могли быть лица, имеющие высшее юридическое образование. Но чтобы туда включить Чурова и еще одного бывшего депутата Госдумы, не имеющих высшего юридического образования, юридическое из закона было исключено. Осталось только высшее образование. Хотя там должны быть не просто юристы, а конституционалисты, поскольку избирательное право является подотвостью кондиционного права. Там не нужны специалисты уголовно-исполнительного права и так далее. Поэтому у нас кадровые проблемы решаются очень странно. У нас два министра здравоохранения не имели медицинского образования. У нас министром сельского хозяйства одно время был Федоров юрист по образованию. Так что удивляться тут чему-то... Я уже не говорю о министре обороне, который скомпрометировал министерство, страну и так далее. Поэтому от наших властей можно ожидать все, что угодно. И не исключено, что еще и Чуров станет уполномоченным по правам человека. Была же такая ситуация, когда министр юстиции и генпрокурор их поменяли местами. Это была, конечно, комедийная ситуация, но так, к сожалению, в нашей стране бывает. Спасибо. С нами на прямую связь вышла Лилия Шибанова, исполнительный директор фонда «Голос». Добрый вечер, Лилия Васильевна. Скажите, пожалуйста, какую репутацию заработал Владимир Чуров за время работы главой Центра Сберкома? Вам слово. Я думаю, что никто не будет расстраиваться по поводу ухода Чурова, потому что действительно с ним связаны, наверное, самые большие проблемы с российскими выборами. Это изменение российского законодательства в худшую сторону за все эти годы и, конечно, массовые фальсификации, которые не пресекались вообще. Поэтому, как бы мы сейчас не грустили по поводу таких вот назначений неизвестных гражданам и независимых от граждан, то все-таки я радуюсь, что Элла Александровна войдет в Центральную избирательную комиссию и это, ну, это такой, знаете, какой-то сигнал, во всяком случае, для общественности, что, во всяком случае, президент хочет показать, что он надеется на честный выбор. Да вы согласны, Владимир Леонидович, это какой-то жест доброй воли из Кремля исходящий? Ну, я бы не говорил, что это жест доброй воли, но это действительно так. Мы, в принципе, знаем, что Элла Александровна – это политик с большим стажем и очень хорошо знающая реалии выборов. Поэтому, конечно, ее присутствие в Центральной избирательной комиссии – это, ну, для нас, для всех позитив должен быть. Но весь вопрос только в том, что она одна сможет там сделать, удастся ли ей как-то изменить вот практику работы Центральной избирательной комиссии. Вообще, об этом ли, вот, с ней говорил президент перед вот этим предстоящим назначением? Мы же этого ничего не знаем. Вот мои сомнения в чем. Давайте, Олег Горесович, дадим слово. А вообще право, избирательное право, оно относится к правам человека или в России его рассматривают как политическую какую-то активность? Это избирательное право, это политическое право, это право участвовать в выборах, право избираться в органы власти местного самоправления. Это везде и международных актов относится к политическим правам. Но я бы не очень переоценивал, так сказать, роль Панфиловой. Там есть выдающиеся юристы, например, Ибзеев, который написал десятки монографик, доктор, профессор, был судей Конституционного суда, был президентом Карачаева Черкесии. Там есть Калюжин, доктор юридических наук, профессор, конфессиалист, который написал массу книг, учебников и так далее. Поэтому речь не идет о том, что пришла Панфилова, кем она бы там не стала, она изменит ситуацию. Я вообще в свое время, будучи депутатом, когда принимался закон, говорил, что закон такой, что Центральная избирательная комиссия станет придатком исполнительной власти и превратится в Министерство по делам выборов. Так оно и стало на самом деле. Ни в одной стране мира нет постоянно действующей Центральной избирательной комиссии. Такие комиссии создаются накануне выборов из представителей политических партий и так далее. Ее надо вообще распустить, эту комиссию, надо иметь председателя постоянно действующего, секретаря комиссии и штат человек пять. У них там аппарат, человек пятьсот уже. И потом пятнадцать членов избирательной комиссии в ранге федеральных министров. Это слишком большие траты для того, чтобы раз в пять лет проводить выборы депутатов Госдумы и раз в шесть лет проводить выборы президента Российской Федерации. Тем более, что решения Центральной избирательной комиссии не окончательные. Их можно обжаловать в суде. Поэтому эта громоздкая бюрократическая структура, вряд ли она вообще нужна. Перед выборами нужно создавать, как это было в советские времена, из представителей общественности, политических партий, комиссию, которая будет наблюдать за ходом выборов. И иметь небольшой человек пять штат, председателя, может быть, постоянного и секретаря комиссии. А вот эта гигантская машина бюрократическая, вряд ли она оправдывает себя. Но они наработали определенную практику, значит, есть какой-то стиль работы. И достаточно, не нужно иметь такую гигантскую бюрократическую структуру. Спасибо. Лилия Шибанова, вопрос. Лилия Васильевна, как по-вашему превратилась ли Центральная избирательная комиссия в подразделение администрации российского президента? Ну, она выполняет, на самом деле, очень важную функцию. Не только превратилась в некий отдел администрации, она превратилась, в общем-то, в управленческую структуру всей вертикали избирательных комиссий. И вот я бы тут тоже хотела остановиться на моментах, которые в течение этих лет очень сильно менялись ситуации. Посмотрите. Когда-то избирательная комиссия, ну, я не беру Центральную избирательную комиссию, а комиссии территориальные и участковые, хотя бы выбирали себе председателя, зампредседателя и секретаря. Сейчас это вертикаль, очень жесткая, которая назначается сверху донизу. И почему, наверное, вот эта Центральная избирательная комиссия, она и выполняет вот эту функцию в верхушке этой огромной пирамиды. Поэтому это действительно огромный управленческий такой структурный аппарат. Я полностью соглашусь, что избирательная комиссия, в том числе и Центральная, вполне может быть сокращена. И тем более региональные комиссии, мы посмотрели бюджет, это просто сумасшедший бюджет региональных комиссий, которые вообще проводят выборы раз в 4-5 лет, и точно не должны влиять на решение муниципальных комиссий. Поэтому здесь действительно нужна полная реорганизация. Владимир Леонидович, как по Вашим исследованиям, доверяют ли вообще россияне избирательным комиссиям, в частности, может быть, персонально Владимиру Чурову доверяли ли? Ну вот, знаете, как бы впрямую такой вопрос очень редко задавался, но скорее не доверяют. Потому что большинство все-таки говорит, что выборы у нас нечестные, несвободные, и этому есть масса примеров. Но самое-то главное, что вот все равно при этом получается, что наши граждане верят, что на выборах все-таки что-то можно изменить. Потому что другого способа, ну просто нет. То есть это иногда комментируют как какое-то там противоречие сознания людей, но здесь противоречия нет. Просто в реальной ситуации получается, да, мы не очень верим выборам, ну и, соответственно, и тем, кто их проводит, и избирательным комиссиям тоже не очень-то верим. А вот по-другому как? Ну по-другому не хочется революцию устраивать. Мы все-таки ждем, что на выборах придут новые политики. Вот как было когда-то, несколько лет назад, вот несколько, так сказать, процентов молодых депутатов на муниципальном уровне прошли. Но скорее это получается так, что вот эта вертикаль выборов, она разрешает. Вот если разрешит, получится, не разрешит, не получится. И именно поэтому там такой штат. Именно поэтому вот так вот мы с одной стороны, ну понимаем, что по-другому у нас власть не работает только через вертикаль. А с другой стороны, ну мы не верим этой вертикали. Она действительно скорее, ну как бы защищает интересы органов власти, а вовсе не граждан. Именно поэтому я вот говорил, что Элла Александровна, вот она как раз имеет вот такой опыт публичной политики. Может быть, что-то она сможет сделать. Но я не говорил совершенно, как Олег Арестович говорит, что вот она одна, все изменит. Ровно наоборот, для этого нужна и добрая воля президента, и какие-то там планы по реформированию. А время еще есть, до выборов президента два года. Вот сейчас попробовать, проверить, как получается. И к 2018 году что-то изменить. Да, тогда я, Олег Арестович, задам вопрос. Все мы помним Николая Тимофеевича Рябова, который в новейшей России, по-моему, первым был таким главой Центра избиркома. Как, по-вашему, насколько много зависит от личности главы Центра избиркома вот в его работе? Вам слово, Олег Арестович. Ну вот, главы зависит много. Но я еще раз повторяю, что сама эта структура, она вряд ли, значит, должна существовать. Ведь в каждом субъекте Федерации есть свои. Краевые, окружные, республиканские, постоянные действующие избирательные комиссии. Это же колоссальное количество людей, это колоссальные деньги. Это заработные платы у представителей комиссии очень высокие. И, соответственно, пенсии такие же. Поэтому это очень дорогостоящее дело. А немало людей в России говорят так, что у нас назначение происходит путем выборов. Мы же заранее уже знаем, кто у нас будет избран на самых высоких эшелонах власти. Поэтому обмануть людей сложно. И хотя во всех странах нет и не придумано с древних времен, значит, иного способа формирования власти, как выборы. Но они должны быть честными, они должны быть открытыми. Сколько мы видели, как блокируют оппозицию несистемную. Что делают с Касьяновым, который был председателем правительства Российской Федерации, министром финансов Российской Федерации. Что происходит с нашим чемпионом, бывшим мира по шахматам Каспаровым. Надо гордиться, что россиянин был чемпионом мира по шахматам. А его превратили неизвестно во что. Ну пусть он наивный политик. Ну критикуйте. Но нельзя же так шалимовать людей. То есть если твоя линия расходится с официальной линией, выработанной за Кремлевской стеной, значит, ты враг, с тобой нужно бороться. Да нет, тебя нужно выслушать и подумать, прав ли ты. Может быть, надо учесть эти мнения. Народ всколыхнулся, конечно, после убийства Немцова, потому что это было ужасное событие. Человек, который имел колоссальный послужной список, имел возможность продолжать свою карьеру. Нет, он был заместителем представителя правительства. Пришла новая власть. Касьянова не стало, Немцова не стало. Вместо того, чтобы их приблизить к себе, использовать их опыт, сделать советниками, консультациями, консультантами, и их отправили в несистемную оппозицию, чтобы они боролись с режимом, боролись с властью. Так умная власть не поступает. Спасибо. Пример Китая. Да, да. Мы еще поговорим о зарубежных примерах. Лили Васильевне вопрос. Вот вы сказали уже о наступлениях на избирательные права российских граждан. Сейчас еще ограничат число наблюдателей на выборах. Как по вашему, может Кремль по-прежнему боится сценария цветных революций, которые обычно начинаются с неудачных выборов? Ну, честно говоря, я не очень себе представляю, чего Кремль так паникует и так истерит. Вот та ситуация, в которой сейчас проходили все региональные выборы за последние годы, как раз очень показательна, что оппозиция практически закатана. Я имею в виду несистемная оппозиция. Та оппозиция, которая в Кремле абсолютно выполняет роль такой лояльной, очень лояльной оппозиции. И естественно, что на этих выборах в этой позе они, конечно, теряют голоса. Потому что уж если они так дружно голосуют за все законы вместе с Единой Россией, то смысл голосовать за них, тогда уж надо голосовать за Единой Россией. Это мы видим. Мы видим это на региональных выборах. И посмотрите результаты региональных и местных выборах. Там Единая Россия просто впереди всех абсолютно партий с большим-большим отрывом. Поэтому вот эта паника в отношении к наблюдателю, она вообще интересна. Меня вот она просто удивляет. Потому что, ну посмотрите, 25 лет журналисты были допущены на все избирательные участки без всяких ограничений с получением протокола. Сейчас принимается закон, буквально вот просто, не соблюдая даже ренцианские нормы, меньше чем за год до начала выборов. Все, журналисты уже не могут больше наблюдать на выборах. Ну за исключением тех штатных журналистов, это единицы, естественно, в редакции. И то этот несчастный штатный журналист должен сидеть весь день на избирательном участке, он даже не может перейти с одного участка на другой. Дальше больше. Дальше, вы посмотрите, три года последние только разговоры было в общественной палате, в Союзе по правам человека, везде шла такая вот общественная как бы дискуссия о том, что нужно вернуть общественное наблюдение, вообще общественным организациям надо вернуть наблюдение. Вместо этого ужесточается, жестко ужесточается зашкук он даже с партийными наблюдателями. Партийный наблюдатель опять ограничен. Ограничены только два человека, закрепленными за конкретную участковую комиссию. То есть заранее, заранее будет известно, где будут наблюдатели, где не будет наблюдателей. Мы с вами прекрасно знаем, что такое вот эта информация, что на каких-то участках наблюдателей вообще не будет. И что там будет готовиться, какие там фальсификации будут происходить. Вот мы, я вот просто вспоминаю работу Голос, все-таки 15 лет мы на выборах, и с удивлением смотрю, как вот этот процесс шел, начиная с нашего появления на этих выборах. 2003 год. Вводится поправка о том, что наблюдать на выборах может только общественная организация с общей федеральным статусом, то есть общероссийская организация. Это значит, что у тебя должно быть 45 региональных отделений и так далее, и так далее. После того, как Голос проводит правильный подсчет голосов в 2003 году, в 2004 году тут же в мае принимается закон вообще, запрещающий общественным организациям вести наблюдение. И вот эти все годы, когда мы могли выходить хотя бы как журналисты, и вот сейчас последний барьер, последняя возможность, закрывается возможность наблюдения уже журналистами. Вот такое впечатление, что просто наблюдатель это стал таким каким-то, я не знаю, пугалом для власти, который вообще, правда и действительно, я даже не могу понять вот эту ситуацию, потому что она показывает, что власть просто не верит в то, что она реально может спокойно выиграть эти выборы. Да, то и чем объяснить, Владимир Львович. Помните, в день выборов блокируют те сайты, где карты нарушений публикуются, это очень неспроста. Да, ну, вы знаете, тут есть еще одно объяснение, но для меня понятное, вот попытаюсь пояснить. Смотрите, раз у нас есть именно такое министерство выборов, вот эта вертикаль власти, то в этой вертикали граждане никем не должны быть. Вот и шел вот этот вот последовательный процесс исключения граждан из выборов, из наблюдения за выбором, из контроля, минимального контроля. Ну и, соответственно, средства массовой информации, почему они там должны быть. Есть вертикаль власти, которая и определяет, как проходят выборы, и контролирует сама эти выборы, и на самом деле участвует в разработке законодательства, а потом его исполняет. То есть логика вертикали власти здесь теперь проводится абсолютно четко. Поэтому, ну, тут я не удивляюсь, просто, ну, на мой взгляд, не должно быть такой вертикали власти вот в этом контроле выборов, проведении выборов и так далее. А раз оно есть, то вот следующий вопрос, который все время возникает, и то, что Лилия Васильевна нам сейчас сказала, вот я бы от себя вот как бы сказал. Если мы не можем ничего проконтролировать, то мы не можем верить этим выборам. Вот в чем беда. И граждане все меньше и меньше верят в саму эту процедуру. Вот к чему мы приходим. Олег Оресович, а велика ли была в почте омбудсмена доля жалоб на нечестные выборы? Там не очень большой процент был, потому что выборы же не проводятся каждый день. Но если говорить о избирательном законодательстве, то посмотрите, что происходит. Вот я избирался дважды депутатом Госдумы. Первое время была смешанная избирательная система по одномандатным округам, по партийным спискам. Потом власть, когда Единая Россия получила большинство голосов, решила, что не надо никаких мандатных округов, мы по своим партийным спискам пройдем кругом, победим всех. Потом ситуация изменилась, опять следующие выборы, которые вот-вот приближаются, пройдет по смешанной избирательной системе. Разве можно так поступать с избирательным законодательством? Ведь в выборах участвуют миллионы людей, и многие же не вчитываются в эти детали закона. Они какие-то действия выполняют механически, потому что они периодически повторяются. А что происходит с Советом Федерации? Сколько раз менялся принцип его формирования? Да самый элементарный принцип. Как не обвиняет Ельцина в антидемократизме или в чем-то, но выборы Совета Федерации проводились в каждом субъекте Федерации, голосовали избиратели данного субъекта Федерации. И сейчас должно быть так. Правда сказано, что должны быть представители от исполнительной и от законодательной власти субъекта. Но пусть эти две ветви власти в каждом субъекте назовут 2-3-4 кандидатуры. Из этих кандидатур должны избирать жители, избиратели данного субъекта Федерации. Того, который живет на территории субъекта Федерации. В американский сенат может избираться от штата только тот, кто постоянно проживает на территории данного штата. У нас есть люди, которые вообще понятия не имеют о субъекте Федерации, который их представил в Совет Федерации. Сегодня человек в Государственной Думе, завтра он уже в Совете Федерации. Каким образом? Да его законодательное собрание или глава субъекта решил послать туда. Он хороший человек. Какое же действительно население отстранено от участия в политических процессах, от участия в выборах? Какая же это демократия? Если все это решается наверху, если это решается в государственных структурах, в государственном аппарате. Поэтому нарекания есть и по поводу законодателя, который меняет постоянно процедуру и порядок формирования представительных органов власти. Есть претензии к этой системе избирательных комиссий. У нас же федеративное государство. В нормальной федерации возможно, чтобы центральные органы федеральные лезли в дела субъекта Федерации. Да это немыслимо. На то и создается федерация, чтобы субъект имел свои права, свои возможности. И уж провести выборы у себя, проследить за своими выборами в состоянии. Значит, каждый субъект федерации. Если там будут нормальные комиссии, которые они будут не постоянно действующие. Где сидят чиновники по 5-10 лет для того, чтобы раз в несколько лет проводить выборы. Поэтому вся эта система, она требует изменений. Но сейчас что менять? Сейчас выборы депутатов Госдумы через какое-то время выборы президента. Но то, что требует модернизации и избирательное законодательство, и система избирательных комиссий, которые представляются мне никчемными, если они постоянно действующие, с постоянным аппаратом, с постоянными высокими зарплатами. И, конечно, должны быть люди участвовать в выборах. Они главные. Они решают вопрос, кто будет представлять их интересы. Они чиновники, которые сидят и руководят все это как дирижер оркестром. Спасибо, Олег Орецович, Лилия Васильевна, вопрос. Чем вы объясняете вот эту чехарду в избирательном законодательстве? То есть одномандатные выборы, то их нет, теперь опять есть. Ну, во-первых, законодательство подстраивает политическую систему под 7-минутные требования власти. Задача удержается у власти любыми средствами. И, собственно, это идет такая подстройка. Эта подстройка, ну, она действительно просто до смешного, можно называть каждый новый закон именем нового президента или возвращением старого президента. То есть закон просто меняется под определенные выборы, под определенные политические задачи. И вот если говорить об изменении законодательства с 2004 года, ну, это просто катастрофа. Это правда. Это такая идет, я бы сказала, контрреволюция демократических выборов, что на сегодняшний день это законодательство уже просто надо отменять. Просто отменять и все. И мы не зря писали избирательный кодекс три года. Три года обсуждали его и в регионах, и на экспертной московской и питерской площадках. Ну, я считаю, вот избирательный кодекс, который сейчас лежит в Госдуме, уже внесен в Госдуму три года назад, во всяком случае, это чисто кодекс, который сделан экспертами, которые делали его на будущие времена, понимая, что в тот момент его никто не мог принять. Но там как раз и предусмотрено и принцип формирования избирательных комиссий, и принцип формирования партии кандидатов так, чтобы сохранилась политическая конкуренция, и принцип наблюдения на выборах с возвратом общественного наблюдения. Закон есть. Вот мы его написали с огромной группой экспертов с очень длительным обсуждением. И, конечно, хочется уже и в этом кодексе многое поменять. Сейчас, когда я работаю в Международной организации по наблюдению на выборах, проехав уже 16 стран, и переводя эти законы с гугла на русский, я, в общем-то, тоже нашла очень много интересного и очень важного, что можно было бы снова включить в избирательный кодекс. Но как политический документ, вот тот избирательный кодекс, который лежит сейчас в Госдуме, я считаю, он уже достаточно хороший для того, чтобы просто убрать этот закон, который сегодня испорчен просто до безобразия. Владимир Владимирович, это вообще россияне, в принципе, доверяют результатам выборов, как по вашим исследованиям? Ну, это не по-нашему, это по разным исследованиям. И практически все исследования показывают, нет, не доверяют. То есть, меньшинство доверяет в том плане, что, ну, вот тут еще никто не сказал, во-первых, не доверяют процедуре, вот это я уже говорил, да, вот, а во-вторых, они не доверяют, как бы, тому, что люди избранные будут представлять их интересы, потому что видно, что нет, те, кто избираются, они как-то не думают об интересах своих избирателей, регионов, городов, там, не знаю, районов муниципальных. Вот это вот очень волнует людей, на самом деле. И мне кажется, здесь очень важно вот еще какой момент, ну, обязательно указать. Вот самое главное не то, что у нас вот как-то считается важным, ну, допустим, изменить закон о выборах, сделав его самым лучшим. Надо просто признать, что не бывает самого лучшего закона о выборах. Не бывает. И в разных странах мира они могут очень по-разному, ну, как бы, формальные нормы содержать. Самые разные. Самое главное – доверие граждан вот к этой процедуре. Вот что надо формировать. А первый пункт этого доверия – это стабильность этого закона. Вот он должен быть стабильным. Он должен 15-20 лет практически без изменений действовать и демонстрировать, что избираются те, кого реально хотели бы избрать граждане. Пусть они ошибутся. На следующих выборах они будут голосовать уже умнее. Вот это демократия. Олег Валеревич, вопрос. Как по-вашему, вот у нас здесь в качестве иллюстрации на экране событий на Болотной и на Сахарова 2011 года, как по-вашему, опасается ли Кремль новой белоленточной революцией в случае вот той же грубой фальсификации выборов, как это было в 2011 году? Ну, властям не хочется никаких эксцессов, никаких выступлений. Это нормально, но для этого власть должна быть разумной. Она должна действовать в интересах народа, страны. У нас в стране экономический кризис. Полунищая страна с полунищим населением, которое беднеет. И бедность является одним из грубейших нарушений прав человека. Хотя многие, значит, демократические деятели говорят о политических правах. Политические права важны. Право избирать, быть избранным, но не менее важны и право на нормальную жизнь, на нормальное существование, нормальный образ жизни. Тогда человек и будет сознательно голосовать, если он самодостаточен, если у него нет таких кричащих проблем, когда вот люди не могут лекарства купить, не могут концы с концами свести. У нас есть люди, которые получают зарплату 6-8 тысяч рублей в месяц. Такую же пенсию получают миллионы людей. Это что, нормально? И люди, они прагматичны. Вот Единая Россия в субъектах федерации побеждает на выборах глав в субъектах федерации, потому что народ прагматичен. Многие говорят, вот этот представитель Единой России нехороший, ужасный и так далее человек. Вот второй кандидат от Компартии, предположим, он намного лучше, приличней, профессиональней. Но если мы его изберем, наш регион не получит никаких субсидий из центра. А если будет во главе субъекта федерации стоять член Единой России, значит, будет определенные деньги, будут определенные преимущества и так далее. Поэтому многие знают, что Единая Россия это достаточно искусственная партия. Вы посмотрите на ее состав. Это же люди, которые побывали в двух-трех партиях, пока они не оказались в этой партии. Но люди, избирающие, понимающие, они думают, ну выберем мы этого хорошего человека, а что мы получим? Ничего. Выберем представителя этой партии. Нам будет жить немножко легче, немножко легче, лучше, потому что будут какие-то помощи из центра, будут какие-то финансовые отчисления и так далее. Да, вот Лилия Васильевна вопрос. Как по-вашему, какие главные выводы сделал Кремль из событий зимы 11-12 годов, так называемой белоленточной революции? Почему после событий на Болотной 6 мая уже ничего подобного не повторилось? Ну, прежде всего, потому что Кремль, действительно, испугавшись серьезно и Болотной, и потом последующего Майдана в Украине, в общем-то, понял, что выход людей на улицу для него самая страшная ситуация, именно массовый выход, потому что, да, надо уже стрелять к людей, это все-таки действительно очень такой момент для власти. Поэтому очень хорошо и технологично были приняты все возможные законы репрессивные против активистов, начиная с Болотной, и вот то, что не смогла сделать масса людей, которые выходила, это защитить людей потом от репрессий. Поскольку люди были не защищены, то выбить по одному было уже легко. И вот репрессии сделали свое дело. Россия, в общем-то, имеет опыт и репрессий. В 30-х годах мы знаем, насколько легко, в общем-то, масса людей становилась молчаливой и терпеливой в таких вот жестких ситуациях репрессий. И те же репрессии сейчас власть использовала после Болотной, и результат мы видим. Я бы сказала, что ситуация действительно у власти сейчас очень критическая. Да, выбор абсолютно предсказуемый. Мы не ждем никакого серьезного изменения политической ситуации в Государственной Думе. Даже думаю, что те системные партии, которые занимали более-менее важное положение в Госдуме, потеряют его. То есть это будет усиление Единой России однозначно. Но последствия непредсказуемые. Вот что интересно, в нашем режиме последствия-то как раз непредсказуемые. Все-таки от власти народ ждет чудо, да, ждет экономического чуда, ждет каких-то патриотического чуда. А чудо не произойдет, ему ничего произойти после этих выборов. И вот это разочарование, которое наступит обязательно после этих выборов, вот это то, чего власть серьезно по-настоящему боится. Как вы считаете, Владимир Владимирович, ждет ли российское население от власти чудо еще по-прежнему, как говорит Лилия Васильевна? Ну, я бы не сказал, что ждет чудо. Я бы сказал, что ждет решение проблем. А от кого еще ждать? Только от власти. Вот опять, это та же логика вот этой вот вертикали власти. Потому что только она, собственно, распределяет ресурсы. Посмотрите внимательно. За последние годы, ну, где-то так, порядка 10 лет последних. Но, в принципе, свободная экономика, она почти исчезла. Вот последние события, скажем, в Москве. Ну, убрали малый бизнес. Теперь, кстати, выделяют какие-то деньги на поддержку малого бизнеса. То есть мы сами будем решать, кого поддерживать. А вот если ты сам вот как-то вот что-то делаешь, это нам не нравится. Мы тебя убираем. И то же самое в выборах происходит. Поэтому, ну, просто прагматизм наших сограждан, он, мне кажется, абсолютно понятен. Ну, теперь, значит, вот от власти надо ждать решения всех проблем. То есть чтобы не было, так сказать, уж совсем большой бедности, чтобы были какие-то бесплатные или там дешевые лекарства, чтобы можно было лечиться от разных болезней, ну и так далее. А от кого еще ждать? И, кстати, вот я согласен с Олегом Арестовичем. Очень такая прагматичная позиция в голосовании за Единую Россию. Тут я бы еще добавил вот что. Представитель Единой России однозначно ближе к власти. Поэтому, если мы голосуем за такого кандидата, то мы к нему придем. И если у нас вот, ну, сложные проблемы, да, мы к нему придем, и он скорее нам решение найдет. Мы не очень верим, что он найдет решение. Ну, а кто еще? Больше вообще уже не к кому обращаться. Вот поэтому тут получается, мне кажется, такая интересная ситуация с точки зрения политики. Выборы направлены на сохранение политического режима. И они эту роль выполнят. А вот вопрос о проблеме, которые волнуют граждан. И, кстати, не только граждан, и олигархов наших волнуют проблемы. Экономические, политические. И средний бизнес. Вот эти проблемы вряд ли будут решены. Хотя бы вот по одной простой причине. Наши выборы теперь вообще не предполагают каких-то обсуждений программ. Мы вообще не знаем, кто что будет делать. И самое главное не то, что мы не знаем. А вот, скажем, Единая Россия не имеет такой программы. У них декларации, а не программы. И поэтому никто не знает, что будет. Но власть, да, власть будет у Единой России. Это понятно. Олег Орестович, а чем Вы объясняете рост числа политзаключенных в России? Почему, например, таких популярных лидеров, как Сергей Удальцов, власть предпочла упрятать за решетку? Можно только поражаться, как привлекает к уголовной ответственности участников Болотной площади, которые, в общем-то, просто присутствовали там. Никаких агрессивных действий против власти, против представителей правоохранительных органов не совершали. Поражаясь жесткости, жестокости приговоров, избрания мер пресчения, заключения под стражу, как будто бы эти люди убегут куда-то. Я думаю, что вот эти действия судебной системы тоже требуют вопросов. У нас даже мировые судьи, они мировые судьи. Само название говорит о том, что их должны избирать всем миром. Законодатель как бы дал право, либо население избирает, либо представительный орган. И все пошли по пути избрания представительным органом. Но при этом избиратели должны понимать, что российский парламент, который будет избираться, это законодательный и представительный орган. Его задача принимать законы. Он никем не руководит, он никем не управляет. Ну и представлять различные слои населения. Когда мы видим сплошных спортсменов, артистов и так далее, и так далее, то это вызывает масса вопросов. В парламенте должны быть юристы, экономисты, политики. Но пусть там будут спортсмены, третяк. Он давно уже стал политиком, известный человек, или Кобзон, Говорухин. Да, такие люди нужны в Комитете по культуре. Они уже давно стали общественными, политическими деятелями, в то же время являясь известными, популярными, талантливыми представителями искусства, культуры и так далее. Но когда доминирует, и сейчас в газетах мы часто читаем, что в региональных списках «Единая Россия» на первые места будет ставить известных людей. Актеров, футболистов, хоккеистов, спортсменов. Ну что ж это за законодательные органы? Гонять шадьбу можно прекрасно, но это не значит, что ты прекрасно будешь разбираться в законодательной деятельности. Многие депутаты не то что писать закон, они их прочесть не могли. Я вспоминаю свои депутатские годы, а если взять избирательное законодательство, нормальный человек не может прочесть закон о выборах депутатов в Государственной Думе. Это какая-то мелочная инструкция. Там только еще не написали, какой рукой открывать дверь в избирательный участок, и какой рукой опускать бюллетень в избирательную урну. Остальное какая-то мелочная инструкция. Ее невозможно прочесть, а уж понять, осознать, простой нормальный избиратель не в состоянии. Хотя люди должны знать избирательное законодательство. Это вина законодательства. Он превращает закон в мелочную, мелкую, детальную инструкцию, которой не требуется. Абсолютно. Она не нужна. Такая детализация. Бояться, чтобы не было нарушений. Шаг право, шаг лево, значит выборы произноются недействительными. Кандидат в депутаты не регистрируется и так далее, и так далее. Может быть так властям удобнее избавляться от неугодных. Я не знаю. Но вот эта детализация, это в общем не соответствует статусу закона. Такая детализация может быть в инструкциях каких-то, которые может издавать сам Центр избирком. Но не в законах, которые должны читать люди. Законы пишутся не для чиновников. Они пишутся для людей. Они должны быть понятны, ясны, чтобы человек мог взять закон, почитать и понимать, что, каким образом, и так далее, и так далее. Поэтому вопросы, которые вы затронули в своей передаче, они очень актуальны, важны. И тем более накануне выборов. Но у нас действительно, как только выборы, так и новый закон о выборах. Это абсолютно неверно. Закон о выборах должен действительно действовать 20-30 лет, чтобы люди привыкли к этому закону, действовали практически автоматически, зная процедуру, зная порядок. Тогда они будут сознательно идти на избирательные участки, сознательно участвовать в выборе своих представителей в разные структуры представительной власти. И тогда, может быть, в стране появится и демократия, и представительная система. Заработает и местное самоуправление, которое должно быть близко к населению, которое должно избираться населением, быть ему подотчетно. Но пока мы этого, к сожалению, не видим. Спасибо, Олег Олегович. Лилия Васильевна, вопрос. А как по вашему, почему российская власть до сих пор не заинтересована в массовой явке избирателей на избирательные участки? Во всем мире вообще правительство заинтересовано в том, чтобы у них была массовая легитимная поддержка? Наша власть как раз заинтересована даже не столько удалить оппозицию, она ее уже удалила с выборов, как удалить граждан с этих выборов. Власть не заинтересована в том, чтобы приходил управляемый электорат. Управляемый электорат – это бюджетники, это огромная масса бюджетников. Управляемый электорат – это военные, это зачастую студенты. И вот этот управляемый электорат – это электорат партии власти, поэтому она и стремится к тому, чтобы процент этого электората был значительно больше, чем остальные живые люди, которые действительно, в общем-то, голосуют за разные партии, у которых разная точка зрения и собственное мнение обо всем. Поэтому власть перенесла выборы на 18 сентября, с декабря, вот у Госдумуские выборы. И это очень действительно сильно ударит по явке, потому что люди на дачах все лето. Вся агитация, вся кампания, которую могут ввести кандидаты, она проходит летний период. Это лето отпуска дачи и так далее. И когда люди приезжают наши в город, это школьные проблемы первые недели, это продолжают снимать урожай на своих дачах в сентябре. И вот, собственно говоря, вся кампания проходит не для избирателя, а для мобилизации именно того управляемого электората и для мобилизации организатора выборов, то есть фактически исполнительной власти. Спасибо. Владимир Леонидович, вот мало кто помнит, что завтра исполнилось бы, ну, исполнится 4 года со дня выборов президента Путина, и он, в принципе, должен был бы по старой конституции уйти в отставку, если бы не 6 лет ему намерили поправками в эту конституцию. Как по-вашему, он... Своевременно приняли поправки. Да, вот. Ему бы сейчас было время отчитываться. Как по-вашему, он исполнил какие-нибудь свои обещания, которые он давал перед выборами? А вот здесь, знаете, по-моему, он явных обещаний не давал. То есть... Он говорил, читайте мои какие-то там письма. Да, это правильно, но там не столько обещания, сколько... Майские какие-то указы. Да, сколько описания того, что да, вот признаем, что у нас есть проблемы, и мы будем ими заниматься. Ну, правильно, все видят, что действительно президент каждый день занимается разными проблемами, но он не обещал их все решить. То есть здесь очень правильно все было выстроено в плане коммуникации с гражданами. И, кстати, это повышает его рейтинг. Он же сейчас очень высокий, то есть там больше 70 процентов. По-моему, даже там совсем недавно или вот в ближайший опрос там около 80 был. Вот. Это означает, что вот реальный политик, который действительно принимает решения в нашей стране. И мы ждем не то, что он исполнит какие-то свои обещания, а просто, что он решит проблемы. Просто больше некому. Вот опять, вот в этой вертикали-то кто должен решать проблемы? Ну, руководитель. Самый высокого ранга. Олег Оресович, а Вы как оцениваете действия российской власти, которая даже не выразила соболезнования семьям погибших шахтеров в лице президента, а пришлось местным чиновникам это делать? Ну, это просто вызывает удивление и трудно понять такие вещи. Но вот 15 лет у власти, глава нашего государства против 15 лет, результат в стране экономический кризис, на международной арене полмира, да все наши соседи, включая там и Финляндия, там Польша, Литва, Латвия, Эстония, Молдовия, Украина, Грузия. Это отрицательное, негативное отношение, то есть мощные провалы во внутренней и во внешней политике. Политика оценивают не по словам, юристы хорошо говорят, ораторское искусство в России формировалось как судебное ораторство, поскольку у нас не было парламента, но политика оценивают по делам. 15 лет у власти, в стране экономический кризис, на международной арене тоже сложнейшая ситуация. Полмира к нам относится негативно. Да, строго говоря, 16 лет, потому что выборы были Путина в марте 2000 года, я помню как раз... Ну, в 92-2000 год, когда Ельцин ушел с поста президента, но до этого наш нынешний президент был представителем правительства, если считать. Еще 10 лет гарантия того, что будет у власти. Видите, как тонок конституционный текст. В американской конституции сказано, не более двух раз подряд. Все, более двух раз не может быть больше этот человек кризисом президента. Он у нас... Более двух раз. Он у нас сказано, не более двух раз подряд. Одно слово подряд может сделать человека пожизненным главой государства. Пройдет еще второй срок, появится президент, через эти 6 лет может появиться опять прежний президент, и так может быть до бесконечности. Юлия Васильевна, по вашим наблюдениям, насколько деградировала вообще российская избирательная система за эти 16 лет? Ну, я бы сказала, что когда мы начинали вести наблюдения на выборах в 2000 годах, вот самое большое нарушение, которое мы видели, это черный пиар кандидата на кандидата. Вот тогда избирательные комиссии, у нас к избирательным комиссиям на самом деле были минимальные претензии по фальсификациям. Ну, там не обученность комиссии, не знание закона, какие-то там моменты были, но чтобы вот такие массовые фальсификации, как мы видим на последних выборах, это, конечно, совершенно не было. Что касается самого избирательного закона, это, конечно, борьба с конкурентами. Это в основном уничтожение политической конкуренции. Вот оно шло таким массовым потоком, и поправка за поправкой, просто поправка за поправкой. И посмотрите, даже вот перед этим выбором, ведь они опять вносят очередную поправку, что не могут агитировать те кандидаты, которые не могут агитировать те политики, которые не являются непосредственно кандидатами. То есть уже вообще лишают прав, участие выгодается того же Навального и так далее. То есть вот все делается, вот точечно, просто точечно идет уничтожение политической конкуренции. Поэтому законодательство сейчас абсолютно деградировало, и я еще раз повторяю, его надо немедленно менять, потому что при таком законодательстве, я бы сказала, даже уже наблюдать незачем, потому что все фальсификации, все манипуляции совершаются по закону. — Да, Владимир Владимирович, осталась ли где-нибудь в России еще конкуренция, хотя бы, может быть, каких-то? — Ну, конкуренция еще осталась, конечно, но она является такой, как бы сказать, поприличнее маргинальной. То есть иногда где-то, допустим, в бизнесе бывает конкуренция, но очень часто эта конкуренция, ну, как бы, реализуется с помощью органов власти. — Вот обратите внимание, что у нас на выборах раньше происходило. Вот, ну, скажем, 89-й год, 90-й год, конкуренция кандидатов. Кандидаты выступали, и в дебатах между собой привлекали внимание, правильно? — Конечно, программы были предвыборные. — Вот, а теперь скорее конкуренция идет в судах. Почему? Потому что очень легко попасть под снятие кандидатуры с выборов. Малейшее нарушение, все, значит, дальше что надо делать? Ну, пытаться отстоять свои права, это в судах. То есть теперь вместо того, чтобы заниматься, ну, там, не знаю, может, это кому-то не нравится, ну, пиаром, там, не знаю, продвижением кандидата, теперь надо обращаться к юристам, чтобы они помогали в суде остаться на выборах. Вот чем занимается наша оппозиция. — Олег Горисович, вопрос. А насколько, по-вашему закону, то, что сейчас вот ведущие оппозиционеры будут лишены права участвовать в выборах, поскольку они были осуждены по политической статье за это? Помните, в ваше время, например, ваш предшественник Сергей Адамович Ковалев, он тогда не смог бы избираться в Государственную Думу? — Ну, к сожалению, был принят ряд законов, где сказано, что я считал, что норма Конституции о том, что в выборах, значит, не участвуют лица, находящиеся в местах решения свободы и призванные, значит, судом недееспособными. Но, оказывается, Конституционный суд дал более широкое толкование этой статьи и в своем постановлении сказал, что и пассивное избирательное право может быть ограничено и по другим основаниям, и признал Конституционными вот эти законы, которые, значит, предусматривали лишение избирательных прав тех, кто был привлечен к уголовной ответственности за серьезный, на взгляд, властей преступления. — И огромная масса тех, кто имеет двойное гражданство, не забывайте, это совершенно незаконно, их тоже лишили права быть избранными. Людей всех с двойным гражданством в России, это миллионы людей. — Ну, дело в том, что двойное гражданство предусмотрено Конституцией Российской Федерации. — Вот именно, и по Конституции они могли избираться и были избирались. — Да, но там, правда, есть двойное гражданство такое как бы фиктивное, потому что двойное гражданство, если есть договор между двумя государствами, что они устанавливают двойное гражданство. Если просто человек приобрел 3-4 иностранных паспорта и говорит, что я гражданин одной, второй и пятой страны, то он рассматривается на территории нашего государства как собственный гражданин. А если есть договор, то таких договоров у нас один-два и обчелся с зарубежными странами, тогда это вот истинно двойное гражданство. Но имея паспорт, предположим, американский, хотя с Америкой не было договора о двойном гражданстве, этот гражданин России, имея американский паспорт, может обратиться в американское посольство, в консульство за защитой своих прав. И американское государство его будет защищать. Так что здесь немало сложных проблем. Спасибо большое, Олег Олец. Надеемся, что российские граждане будут защищать российские законы. И надеемся, что в новом составе Центра Сбиркома, каким бы он ни стал, но хотя уже понятно примерно, каким он будет. И понятно, что большую роль в нем будет играть Делла Александра Панфилова, нынешний омбудсмен. А мы благодарим всех участников нашего прямого эфира за то, что мы обсудили эти важнейшие темы для российской действительности. На помощь на волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Касторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова